Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа, мы включаемся в вечерний шоу-матч между коллективами TimeFactor и Ginex Team. TimeFactor играет за сторон Дефенса в первой карте, Best of 3 будет сегодня. Ну и за TimeFactor у нас играют Синди, Хэппи, Инквиз, Аш Бицепс и Сад. А за Ginex Team, Индиэйц, Даррен, Джо, Джо, Марик и Пензе. Ну, там походу песы, разберемся. Ну что ж, выпад готовят у нас на точку, а, на опен игроки Ginex, но после первого опен фрага в исполнении TimeFactor от бицепса парни уже не фастуют. Нет фастраунда, поэтому теперь парни просто отсиживаются на инсайде, но будет выпад, желтую уже заняли. Практически, но с девятки уже пытаются настрелять. Синди отстреливает первого игрока. Первый погиб, поджим, суд, забирает Марика. Опа, как встретил-то голову, суд, отлично, падает он, Джо, Джо, еще минус Синди, ситуация 2 в 2, Хэппи и Инквиз. Что же они сделают вдвоем против двоих? Ну, в принципе, один красный, вот игрок у нас 9 хп, и он должен погибать, Инквиз, первая голова и вторая, шикарный, минус 2, раскидали просто на рампах игроков. Генекс Тим, первый раунд отходит в коллективе Тайм Фактор, 1-0. Ну что ж, 1-0 это начало. Первая пистолетка, в основном она играет очень такую значительную роль в первой половине. Ну и будем дальше смотреть. Фастраунд, опять же, готовят нас игроки, Джо, Джо, какой фаст, отлично, забирает его Хэппи на разменчике. Моментально Хэппи, еще один фраг Хэппи, не хватает патронов индейц, хае граната прямиком под ноги, а тут бицепс. Выход от бицепса и Инквиз опять своих фирменных. Два хэдшота ставят. Ну что, неплохо. Второй раунд, Тайм Фактор, забирают, 2-0. Неплохо пока что проходит, но вот у Генекса были шансы хотя бы на установку плентан, к сожалению, парни не смогли этого сделать. Пытались профастовать дважды опен, выйти на опен на точку А, но у них, конечно, ничего не выходило. А теперь они рискуют и берут волевой бай на полноценный, так сказать, бай. Суд забирает, но Инквиз, АВП, как всегда, на уран, второй промах и третий промах. Да что ж, такое, отлично. Прием рампов с АВП на уровне, плюс с бицепсом вдвоем разобрались, в принципе, эти два игрока. Ну и теперь все очень прискорбно для Генекса Тим. Играя за атаку, они отдали уже 3 раунда, плюс ни разу не устанавливался плент, экономика убитая. Но смотрим, мне кажется, Генекс должны что-то показать такого хорошего, но Тайм Фактор пока смотрится куда интереснее, куда интереснее. Ну что, выпад опять же на опен готовят игроки, да. Да, опять же на опен, а вот Хэппи, Хэппи никого не боится, Хэппи поджим рампов, один фраг. Марик на размене отыгрывает, великолепно на разменщике разыгрывает этот игрок. Ну и пока атака притихла. Есть два девайса, эти два девайса необходимо им реализовать. Опять же же выходит чувак, Синди отлично забирает индейца. Индейца забралась, ситуация 4 в 3. Опять же, не в пользу Генекса Тим, но есть два девайса, один погибает. Инквиз забирает Дарына, есть еще на холодильнике скрипт, вышел Синди. Ну и очередной фраг от него. Девайса нет, последний с глагом парень, настреливают, настреливают, да, оставляют мало Хэппи, и тут выпад от Синди. Ну, Синди великолепно, на ура парень ворвался на скрипт, сделал три минуса, если я не ошибаюсь. Да, в итоге три минуса было от него в раунде, ну и это 4-0 за тайм-фактор. Ну что ж, Генексы, все очень прискорно пока за атаку, не получается играть от минуса, так сказать, халдить, да, на инсайде не выходит. А вот придется выбивать АВП, бицепс, один фраг от него. Все-таки рампы уже Даррен прошел, у нас один Джоджо на улице, Даррен отстреливает одного игрока, но тут будет ловить сейчас Инквиз, Даррен, и ему голова отлично. Два шбана повесил, раскидал двоих игроков Дефенса, открыл проход на точку Б. Да, точка Б заняна, Суд забирает Джоджо, Синди и Суд вдвоем откидывают флеш-гранаты, флешики, отлично. Под них выпад должен произойти на вилке один игрок, все, на чек, на чек сыграл, пытается попасть, не выходит, у него Индейц забирает Суда. Ну и Синди, Синди не смог, не смог ничего показать хорошего, ситуация один в четыре, Индейц ее, конечно, забирает. В итоге первый раунд Гиннекс Тимс забирает все-таки в пользу своего коллектива. И выпад, выпад опять же на ОПМ, пока успешно, есть девайсы еще, тайм-фактор, но парни отдают плент. А, да, Пензен, будем Пензен называть, потому что он так удобный на язык. А меня на Суид Синди ставят прекрасную голову, ну и теперь плент установлен, будет крайне тяжело выбить девайсы. Да и вообще взять этот раунд игрокам Дефенса. Смотрим за Инквизом, Хэппи отстреливает первого, видит, видит под девяткой, Даррен, отлично. Аж бицепс Хэппи, Хэппи погибает, Суд, последний игрок, последний Суд, два, два, три фрага от него. Ну что, четвертого, понимал, понимал, где находится Марик, но все-таки Марик его перестрелял. Ну, неплохо, второй раунд Гинекс Тимс забирают. Ничего страшного, это выбор карты, так сказать, Гинекса. Опа, вот это уже очень интересно. Угу, пауза. Ну, ничего, да, что я хотел сказать, это выбор карты команды Гинекс. Да. Парни выиграли пистолетку, на живой раунд, прошу прощения, выбрали карту. Ну, а Knife Раунд в красной этой карте, за сторону, все-таки парни отдали. Но 4-2, пока неплохо, и очередной, так сказать, экономический раунд. Таймфактор, в итоге третий, обязан забирать Гинекс, но там уже придется попотеть таймфактору для того, чтобы обеспечить комфортное преимущество при переходе на вторую сторону. Ну, посмотрим. Посмотрим, пока у нас пауза на сервере стоит. Так, секундочку, может что-то написали в ВК, какая-то пауза. Нет, все. Все нормально, и мы продолжаем. Угу, расположение дефолт, один на ВК, да? Два улицы располагаются игроков атаки, пытаются рампы что-то откинуть, накидали инку, и занял желтую с Диглом. Так, слышит, слышит, что на рампах есть игрок, тем более вот один же перестреливает Индеец минус Инди. Парень залез на крышу, по-моему, информация уже была. Индеец выпад на мейн, две головы, ну и точку А, я так понимаю, распечатал этот парень, да. А Даррен, Даррен понимает, что где-то на крыше-то был игрок, который уже ушел оттуда. А вот и Дигл не справляется, бицепс, врыв на девятке от бицепса и три фрага в его исполнении. Последний Даррен, 8% здоровья, один против двоих, ну если бы не аж бицепс, то, конечно, раунд был бы слит. Но, как вы видите, парни берут этот экономический раунд, Дигловой плюс М4-1, ну и этим самым приносят пятый раунд для своего коллектива. Неплохо бы еще парочку взять для того, чтобы как-то закрепить свою экономику и потом уже играть в свой, так сказать, привычный Counter-Strike, в который таймфактор умеет очень даже здорово играть. Ну и Гиннексы, кто смотрел раньше стрим-трансляцию от меня, ну и вообще, как играют эти парни в финалах капа, то, я вам скажу, довольно-таки неплохо. Ну что ж, смотрим. Смотрим дальше. Парни, опять же, располагаются на инсайде, Хэппи уже настреливают, оставляя 41 хп. Ну а вот сейчас выпад будет от Даррена. Даррен, 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 минус аж бицепс, суд, справляется с Пензе. Так, дальше, Хэ граната на инсайде откинута, парень ждет вплотную, слева вплотную, вплотную, Джорджо, минус суд, отлично, два фрага. Но Инкуис, размен, Барбари забирает Даррена. Ситуация 2 в 2, выпад на плент практически успешно прошел, вернее, даже успешно, индейцы устанавливают пакет. А Инкуис ему не дает это сделать. Марик, последний игрок, на скрипе находится. Можно ворваться, забрать девятку, но там уже один в один. Да, можно, Марик, отлично, гола, минус Инкуис. Один в один ситуация, установка пакета на споте А. Ну что, посмотрим. Понимает он, наверное, что уже где-то будет срампов обходить. Этот парень залез, залез на желтую, видимо, это не прочухал Барбари. Да, не прочухал. Марик забирает Барбари, в итоге третий раунд для Гинекс Тим. Один в два была ситуация, Марик с ней прекрасно справился, без пота, без валидола. 5-3. Два раунда преимущества есть, очередной экономический, ну и что-то за Дефенс Тайм Фактор не очень уж хорошо играют. Были потные раунды, которые один из них, аж бицепс, принес, выйдя с девяти. Ну, может, это не конец, а разыгровочка. Первая карта, еще не все потеряно, так как БС-103 будет сегодня. Так, Суду уже настреляли. 28 хп, бицепс, справляется с одним игроком. Инквиз, фирменный ваншот от Инквиза при выходе на инсайт ПНЗ. Вау! Минус аж бицепс. Прострел мейна прошел довольно-таки успешно. Ну и ситуация 3-3. Есть АВП отсюда, который будет принимать. Суд, отлично, голова ПНЗ. А вот и размен. А вот и еще должен быть фраг. Нет, уходит. Уходит Индеец, остается 18% здоровья. Два в три ситуация. О, хэппи, отлично. Минус Индеец, Суд, мастерский впрыг, так сказать, в ангар. И, конечно, фраг минусует Марика. Но, как я понимаю, это было всего лишь одно АВП и один, может, девайс. Так, в основном, это был дегловой раунд. Таймфактор. Ну и, как видите, уже второй раз парни справляются с этими... С этими, так сказать, девайсами Гинек Стима, да? Уже во второй раз, а это уже провал. Ну что ж, байраунд, который надо забирать таймфактор для того, чтобы обеспечить себе хорошее преимущество. Будет 7-3, а там экономически у Гинек Стим недалеко. Так, выпад на ОПН. Прием от Барбари. Минусует первого игрока. Уже отпало желание выходить на желтый у игроков атаки. Все. Хорошо, все занято. Пытается нашить темный, но там никого нету. Так, оу, инкуис. Парень ворвался в спину. Два фрага. Да ладно, парни стояли тупо друг за другом. Беда, конечно. Ладно, Джорджо и Марик остаются вдвоем. Что же они разрывают? Барбари минус Джорджо. Марик открылся, дал о себе знать, но как-то Барбари это не прочухал. Такое чувство, что не было информации, но Хэппи не дает долго погулять Марику на инсайде. Седьмой раунд для таймфактор 7-3. 7-3. Ну все, неплохо. Не был установлен плент, экономика у Гинекса упала. И теперь нет никакой стабильности в ихних деньгах. Именно так и теперь таймфактор обязаны просто забирать себе в копилку очередной раунд. Не поджимают в этот раз игроки Дефенса, спокойно отсиживаются на плентах. Ну и куда же все-таки будут заходить игроки атаки? Пока, как я понимаю, разыграют от инсайда. Один Марик у нас находится в позиции на аутсайде, на улице. Суд минус один. Барбари прожимчик от Барбари. Тут бицепс, бицепс колпанул, забрал двоих игроков. Есть желтый один парень. Отлично промах от Инкуиса. Да. Ну что, выбит ли Джорджо? Ничего, он не выбит Инкуис, такое не прощает. Восьмой раунд для таймфактор. 8-3. Но не будем забывать, что сторона атаки довольно-таки тяжелее за ней играть, чем за Дефенс. Ну, посмотрим. Будет, опять же, все зависит от первой пистолетки. Если же таймфактор наберут, скажем, 10-11 раундов, то, конечно, пистолетка для Гиннекс Тим будет такая решающая. Но пока надежд подают парни очень перспективные. Так, дашь бицепс, два фрага. Размен от Марика, выпад на точка. Прошел успешно, 3-3 ситуация, парни вниз. А парни-то вниз у Ледли. Ха-ха, шикарно. Ну все, игроки Дефенса уже это прочухали Инкуис с АВП. Инкуис в промах. Зачем? Зачем так было распрыгиваться? Бензе, один фраг, Муарик. Подрывает Хэппи, суд. Последний игрок. Ну, видимо, он не будет. Да, не будет лезть к игрокам. Атаки. А вот и полез. Но 5 ХП остается. Один против двоих. Будет крайне тяжело взять раунд. Но он пробует. И ничего. К сожалению, не получается. Джоджо забирает суда. Четвертый раунд приносит команде Гиннекс. 8-4. Интересная первая карта. Нет таких вот затяжных раундов. Очень такой перспективный. И, ну, прикольный такой, на взгляд, КС показывают парни. На уровне. На уровне. Ну что ж, Инкуис. Такой агрессивный парень. Поджимает. Поджимает. А там накидка, флеш-гранат. Или каешечка. Отлично, Инкуис дает ОПЕН. Но Пензе не дает ему далеко отойти. Хэппи. Поджим рампов. Ну и очередной фраг. Не вот. Все. Погнал дальше. Чек радио. Никого. Никого нет. Пытается нашивать кого-то. Но никого не оказывается. Конечно. Теперь парни расположились на инсайде. И у Гинекса проблемы в этом раунде. Рампы оттемили. Хорошо. Здорово. Но этого мало. Этого мало. А вот в желтой готовится выпад. Х-бицепс. Забирает Марика. Ну и скачок ХЛТВ, как обычно. Игроки дефенса под ноль. Разобрались. Девятый раунд для таймфакта. 9-3. Ну вот фраг статистика на ваших мониторах. Х-бицепс. Безусловно, лидер. Первой половины своего коллектива. Штат 7 инквиз. Ну и суд там 13. Ах, Эппи и Барбери что-то не радуют. Не перешли пока что за десяток. Но смотрим дальше. Неудачная флеш-граната. Да, очень неудачная. Один девайс. Вернее, два девайса. Два дигла и один глок. Ну и делают команда Гинэкс волевой бай. В котором у них есть расчет на взятие этого раунда. АВП спокойно, посмотрите. Да, гуляют по плентам. Парни играют с АВП как с АКМами. Ну, серьезно. Джорджа собирает Барбари. Дальше выпад. А тут инквиз. Прием от инквиза. Один фраг. Один фраг. Тут 4 игрока. Еще давай, давай. Минус 1. Минус 1. Ай, мог. Мог еще забрать двоих игроков. Но не вышло. У Джорджа 3 хп. 5 хп, точнее. Ситуация 3 в 3. Так. Отлично. Аж бицепс забирает индейца. Не дают выйти. Не дают. А Джорджа со своими 5 хп еще забирает Аж бицепса. Хэппи и Суд. 2 вп. Прием от первого. Суд. Буквально в пиксель ловит игрока. Ха-ха-ха. И минус Марик. Неплохо. Прием от него за еще на пленте Б. Довольно таки на уровне. 10-4 в пользу таймфактора. И завершающий раунд. Первой половины. Первой карты. Ну теперь уже понятное дело. Генекса вообще нет экономики. Уже без армура наверное без ничего. Закупает Саха и граната. Хэппи. 1 фраг. Индейт с Мариком. Выпад на опен. Отлично. Ну что ж. Справляются. Пока справляются. Мэн уже занят. В принципе все точки уже оккупированы игроками атаки. Плюс стоит плент. Ну и вот один на улице. Инкуис. Инкуис. Голова первая. Кстати на шиву. Интересно. Интересно. Шив давно я не смотрел карту Денюк. С последнего лана ивента. Но. Такого настрела я там даже не видел. Ну что ж. Барбари. 1 фрага. И промах. Какой обидный от Барбари промах. Инклюсу надо тащить 1-2. Не выходит. Пенза забирает его. Пятый раунд за командой. Гиннекс. 10-5. И незамедлительные лайф рестарты. Второй половины игры. Ну как на меня так таймфактор взяли достаточное количество раундов для дефенса. Ну и 5 раундов преимущества. И плюс пистолетку которую они могут взять. Это будет вообще уже как бы в 2 раунда минимум. Еще. То есть 7 раундов уже будет. Так что. Посмотрим. Гиннексу надо брать как кровь из носа эту пистолетку. Так. Повторные лайф рестарты. 10-5. Ну что ж. Смотрим как будет действовать таймфактор. Это фаст. Фаст опен. Смотрим за деглом первого игрока. Даррен отстреливает барбари. Ну я думаю уже пошла информация. Куда парни будут заходить. Откидка хей-гранат. И по-моему это провальная пистолетка для таймфактор. Не получился. Банальный выход на точку. А Джоджа отстреливает хэппи. Ну и остается инквиз и аж бицепс. Никто не поджимает. Вот рампы сейчас. Индейец может поплатиться за свой лютый поджим. Нет. Голова инквизу. И вот ситуация 1 в 5. Ну что ж аж бицепс. Клач машина. Покажи. Покажи как надо. Первый фраг. Отлично. 89 хп остается. Индейец погибает. 1 на скрипке. 1 желтый. И аж бицепс. Отлично. 2 головы делает он. 2 головы дальше. Дальше. Настреливай. Настреливай. Не выходит. 43 хп. Но шансы на взятие раунда еще остались. Отстреливать Даррена. Там 1 в 2 можно попробовать. Плюс подобрать бы какой-нибудь другой пистолет. Он это и делает на данный момент. Но Джоджа поджимает желтую и забирает бицепса. Ну а мог. Потел. Потел, так сказать, парень за всю свою команду. 2 фрага сделал. Шестой раунд для Гинекса. Ну и таймфактор. Не взяли пистолетку, которая могла уже практически, сказать, да, на 80% принести победу в первой карте. Так. Выпад на рампы, как я понимаю. Фаст раунд по звукам. Да. Топот. Топот моментально. Уже 1 прошел на железо. Индейец. 1 фраг. О-о-о. Прожимчики, так сказать, не очень успешные. Но Марик 2 фрага сделал. Китка хай гранаты отсюда. На суда, точнее. Аш-бицепс просто уже присел внизу. Ну и что? Нет у нас дегла. Барбарис спина. Интересная ситуация. Барбарис спина уже на девятке располагается. К нему залазит один из игроков. Он это прекрасно слышит. Забирает один девайс. Ну и 2 в 2. Можно даже попробовать взять. Где же Аш-бицепс? Аш-бицепс заходит в спину. По нему нет информации. Пытается. Забирает ПНЗ. 1 в 1. Ситуация нет. Тут дропа. Да, дропа нет. И Марик, если не ошибаюсь, сделает эйс на приеме рампов. Ну что ж. 7-10 счет. Отлично. 3 раунда преимущества еще есть в копилке таймфактора. Но гинексы видно, что настроены на победу в этой карте. Тем более, садпик был ихний. Так что все у них успешно. Так, на скалу. Неудача. Хей. Что ж такое-то. Так, настреляли. Уже кому-то по голове. Абицепс забирает. Да, на парне берут волевой баи. Волевой баинку. И промах от АВП. Но этот парень такого не прощает. Начал крутить. Пережимать. ПНЗ. Но этим самым потерял АВП. И, конечно же, не забирает скалу. Джоджо. Один фраг. Аш-бицепс. Выпад на оупен. Очередной фраг. Один на девяти располагается. Марик. Минус бицепс. Марик. Отлично. Еще минус суд. Один в два. Но на его месте я бы перезарядил девайс. Да. Время есть. Время есть. Но знают уже, где он находится. Барбари. Минус суд. Марика в спину. Одиннадцатый раунд за таймфактор. Да уж. Одиннадцать семь. И тем самым они заставляют играть экономический раунд. Гинек стим. Ну ладно. Рампы. На рампах есть. Несколько игроков. И они пытаются продвигаться. Но там уже накинут смог. И уже нет смысла туда идти. Отличная хэгграта. Накинутая суду и инку. И супа. Пятьдесят хп практически отняло. Або им суд. Минус суд. Марика. Опа. Индеец. Минус суд. Одного игрока еще. Ну что. Неплохо. Неплохо. Пока разбирается. ПНЗ. Минус суд. Хэппи. Дальше выпад. На точках. Как я понимаю. Все таки делает акцент больше. Таймфактор. Ситуация четыре. В три. Есть два девайса. У гинексов. Но нет. Не получилось забрать игрока. В желтый. Один на улице. Барбари может зайти в спину игрокам. А очень даже таки хорошо может. Давайте посмотрим за Барбари. Парень сейчас будет делать выпад или поддев... А. На низ. Да. На низ уходит пакет. Если получится конечно отойти на нижнюю точку. ПНЗМ. Забирает инквиса. Индеец. Прям рампов. Никого. А вот один на холодильнике сейчас будет выходить на скрип. Аж бицепс. Возможно отвлекание делать. Но Плэнт уже спокойно продвигается у нас на аквариум. И будет производить установку. Плэнт там. Но аж бицепс. Конечно надо поторопиться бы. Он просто будет играть... А нет. Показалось. Я думал все таки будет играть на другое. Ждать пока игроки стянутся после установки. Но нет. И гинекс тим забирает экономический раунд. В пользу своей команды. 11.8. Да уж. Но сколько сегодня уже было отдано экономических раундов. Их просто уже мне кажется не сосчитать. Сколько таймфактор взяли. Сколько отдали. Так же само уже и гинекс тим. Как видите начали. Страдать такой же шляпой. Фаст рампов. И фаст на рампы от игроков. Атаки. Хае граната. Одна. Вторая. Тут очень хорошо. Аж бицепс. Пор и спаун. Врывается на индейца. Отлично. Марик справляется с одним. Вторым. Марик минус 2 от Марика. Минус 3. Отличный прием рампов. В очередной раз. Пензе. Забирает барбари. Су. Достается последний игрок с АКМом. 28 кп. В его распоряжении. Пензе. Все таки не дает ему отойти. 9-11. Да. Но 4 раунда уже. Гинекс тим взяли. Притом. Этим самым убивают. Экономику таймфактора. Да уж. Нестабильная экономика. Не было установки плента. В прошлом. Позапрошлом раунде. Я вообще не помню. Была ли она. Во второй половине. Но не столь важно. Так. Опять же рампы что ли проходят. Инквиз. Забирают индейца. Но вот. Я понимаю. Таймфактор уже поняли. Где слабое место. У Гинекс тим. Где можно продавить. Пропушить. И у них это уже. В который раз получается. Так. 3 хп остается у Дарена. 3 процента здоровья. Аж бицепс. С АКМом и СУД. Но аж бицепс может. Этот парень уже показывал нам. Довольно таки хорошую и красивую игру. С АКМами. Ну и давайте смотреть за ним. Так. Первый. Первый есть. Аж бицепс. Забирает ПНЗ. 12 хп остается. Не. Очень удачная стрельба была. Подводит. СУД. СУД. Ай. Делает откликание. Пока аж бицепс. Куда. Ага. С мейна. С мейна Буцуха и Джоджо видимо слышал. Слышал Джоджо. Игрока Джоджо. Выпадает аж бицепса. И все таки. Джоджо погибает. А вот теперь уже очень прискорбная ситуация. Хотя. Один в один. Удар на 3 хп. 3 хп против Дегла. Суда. И 90 процентов здоровья. Все в руках таймфактор. Все в ихних руках. Можно брать. Можно попробовать взять. Конечно. И Дайсевич в принципе по сути нечего. Так. Вниз. Вниз. Вниз погнал. 18 секунд. Но видимо не будет давать ставить пачку. Или пытаться прошивать. Нет. Не выходит. Планет устанавливается. И куда. 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 Будет выжидать. Будет выжидать из кишки одного из игрока оставшегося. Флеш граната за спину. Далеко за спину. И. Ну что ж такое то. Да. Суд забирает. Даррена. Последний фраг. 12.9. Таймфактор. Взяли свой очередной экономический раунд. Нестабильные качели. Да так сказать. Ну вот повторяется как-то первая половина только в исполнении Таймфактор. Так же было 4.0. Потом 4.2. 4.3. Ну и вот. Сейчас 4.2 во второй половине так же. Но в этот раз в пользу Генекса. Есть АВП. Уже у Таймфактора. Инкуис. Выпад на индейца. На рампы. И конечно. Делает открывание. Марик размен. Размен от Марика. Рампы уже не проходят дальше. Игроки. А вот и мейн. А вот и на мейне располагаются масса игроков. Один Суд может потерять. Да сейчас. Плэнт. Хотя нет. Но парни будут выходить. Он должен чекать желтую. А вот один игрок. Один Суд. Шикарный. Минус Даррен. Парень. Еще один. Отлично. Разыгрывает Суд. И хороший раунд в исполнении Таймфактора. Пензе и Марик. Тащить. Тащить нельзя. Сливать этим игрокам. Нет. Барбари уже слил. А бицепс. Добил Пензе. 13-й раунд для Таймфактора. 13-9. Ну что. Диггловой раунд. Диггл. Два Фамаса и один М4-1. В простом роде просто МГД. Так. Рамп. Суд. Отлично. Сбревает индейца. Чек позиции. Дефолт. Выпад. ЕСЦ простреливается. Там никого не оказывается. У игроков Дефенса. Ну и два уже просто по улице гуляют. АВП плюс АКМ. Даррен выбирает позицию вниз. Он будет качаться. Да. Я понимаю. Один уже на вилке. На вилке один. Барбари забирает одного игрока. Один АФК. Это очень плохо. Инкус. Но парни пока справляются. Справляются. Игроки Таймфактор. Даррен. Пензе и Джорджо. Три игрока. Даррен отстреливает суда. Оу е. Выпад. Два игрока были в непосредственной близости друг от друга. Ситуация три в два. Инкус АФК. Даже два в два можно сказать. ГГшечка. Нет. Нет. А где же второй Инкус? Проснулся Инкус. Барбари падает. От Даррена хэппи. Минус Джорджо. Наконец-то. Даррен последний игрок. Которого шесть хп. Один против двоих. Давайте посмотрим. За этим парнем. С шестью процентами здоровья. Слышал. Слышал, что где-то подобрали пачку. Или выкинули. А где-то ее не подобрали. Инкус в спину зашел. Я этого как-то пропустил. Момент. Но зашел в спину. И просто с голока буквально несколько патронов дотыкал. И там этих несчастных шесть хп. 14. 9. Да. Ну. Гинекс Тим в непонятную игру для меня пока что играют. Берут волевой. Никому не нужны баи. И вот теперь опять же играют непонятно. Три девайса и два пистолета. Мне непонятно. Такая тактика. Возможно она и сработает. Но не в этот раз. Инквиз. Отстреливает наидейца. Отсмотр улицы. Инквиз. Минус 2. Аж бицепс. Выждал. ПНЗ. Поджим от него. А вот дигл. А вот дигл от Джо-Джо. Джо-Джо-Джо-Джо. Неудачно. Успех. Успех для хэппи. Бицепс. Хайгранта так же кидал. Ну и получилось так, что она попала под Барбари. Последний Даррен. Даррен отстрелил. АВП есть информация. Пытается внизу. И туда ушел. 63 хп. А Инквиз. Снизу. Забирает. Даррен. А три фрага в раунде от Инквиза. И этим самым он приносит матчпоинт для таймфактора в первой карте. 15. 9. Это 6 матчпоинтов. У таймфактор. Ну и у них есть все шансы на взятие карты Гинекса. Да. Именно так. Очень интересно. Скорострел. Прострел. Пока неудачно. А вот и АВП дало себе знать игроков. Гинекс Тим. Опа. Размен девайса. Хорошо. Отпрыгали. Все. Видимо не пойдут на рампы. А тут хэппи. Выпад от него. Минус 1. Даррен моментально разменивает. А вот и же. Еще голова. Минус Барбари. Наконец-то. Бицепс. Нарешал. Но ненадолго. Так как Джоджо оказался у нас в скрипте и отсюда. Скорострел отсюда. И неудачно. Неудачно. Ана Марика. Пошел с этим скорострелом. Не смог убить. В итоге. Один матчпоинт от игроков. 10-15. 15-10. Да. Видимо таймфактор. А нет. Я думал это экономический. Ну да. По сути ребята взяли много раундов подряд. И у них есть хорошая стабильная экономика. ПНЗ. В очередной раз отстрелил от инквиса. Если не ошибаюсь. Второй раз уже. И второй раз на рампах. Но не суть. Отлично. Поджим. Джоджо. Минус хэппи. Джоджо. Голова бицепсу. А суда 5. Со своей этой игрушкой. 77 хп. Барбари. Каким-то образом зашел в спину. Целимся. Да. Решил взять девайс и убить. Спокойно. Минус ПНЗ. Ситуация 2 в 2. 2 в 2. И на данный момент она играет в пользу Гинекса. Как на меня. Хоть и плент и на руках. Суд по улице гуляет у нас стабильно. Но один парень на вилке. Оп. Разбил данную информацию. Чтобы отыграли. Но все-таки Суд будет делать выпад на точку. А на опен. Ну и игрок. Законтролит ли его. За стенкой справа парень. Ну надо чекать дефолтные позиции. Надо смотреть. Да. Да. Увидел. Девайс торчал. Суд. Минус Даррен. Установка плента. На споте. Ай. Барбари. Ставит жирную точку в первой. Карте. 16-10. Победа. Тайм-фактор. 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 Тайм-фактор.